добрый день дорогие друзья приветствую вас из города курорта она позовут меня юрий озаровский не забывайте подпиской на канал поддержать меня ну а также лайк ваш комментарий приветствуется мы сейчас находимся в жека времена года именно отсюда я сегодня начинаю свою прогулочку у нас потепление и обещают сегодня до плюс 16 градусов пока градусов 12 но посмотрите как приходит к нам весна на газонах все больше становится одуванчиков и других цветений знать какая зеленая свежая травка повылазил просто фантастическая красота дорогие друзья сделал небольшую фотосессию для цветочков но теперь можно отправляться в сторону моря несмотря на пасмурную погоду вообще чувствуется очень сильно как через облака прорывается ультрафиолет нам приходит тепло это прям очень хорошо долго не мог определиться какую куртку одеть в итоге одел зимнюю свою но просто маечка снизу и все и какой другой одежды нет думаю если будет холодно застегнуть от нас работает сотрудники дпс проверяют чтоб все было хорошо ну а здесь наши дороги ведут от небольшая беда к морю эти лужа на тротуарах пешеходный переход переходим кишечком здесь видите у нас прям беда по прямой тротуар не работает здесь приходится вот через такие буераки пробираться более-менее нормальной дороге где наша администрация ну пешочком она к сожалению не ходит поэтому как-то так справляемся сами традиционно пробки после бывшей восточки помните как на месте бывшего восточного рынка обещали нам сделать парк и сквер сейчас здесь парковка автобусов а будет здесь семинария церковная ну чего нам не хватает на на жизни церкви в анапе очень много построят еще больше то чтобы знали вообще о планах на будущее а вот сквера здесь действительно не хватает для церкви можно было найти более такие востребованные места здесь есть магазинчик продают рыбку я постоянно здесь беру либо кильку либо хамсу такие сейчас у нас ценнички на свежую рыбу в анапе вот это вообще это те кто любит борщ хамса прям вкуснее не придумаешь здесь на территории бывшего винтзавода ведется строительство будет много квартирных много домов подключали телевидение этом администрация судится но было бы дано разрешение ранее и поэтому они строятся что получается администрация судится с разрешениями которые выдавала администрация другого созыва вот так несмотря на все действия стройка здесь все равно ведется и здание появится это говорит лишь о том что здесь не церковь нужна а парке и общественные пространство чуть опять не упал надо как-то поаккуратнее кататься или привыкать больше к велосипеду помните когда здесь закрыли через анамское шоссе у нас либо улицу крестьян сколько хотите набывать пешеходный переход то здесь мы размещались по поводу отсутствие лифта сейчас лифт появился посмотрим влезет ли велосипед вот вы играете выключился свет в лифте нажмите что что-нибудь я не вижу даже попробуем подсветить это будет просто это по ходу на улице кто-то там на кнопочку нажал что-то лишнее может быть открыть дверь хотя бы все еще раз нажимайте вот это да никак не можем уехать да 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 поехали я не успела испугаться едем как будто на седьмой этап главное что едем вот можно увидеть востребованность много людей здесь ходит бегают на лифт вот такая вот лестница вниз и я так сказать впервые прохожу по этой территории как первый экспириенс по фанавского пешеходного мосту над улице крестьянская с той стороны также есть лифта что-то мне в лифте хочется походу я понесу велик я правда катался с первого раза проще как-нибудь так спуститься чем застрять в лифте и все весь день как говорится ушел до этого для меня немножко странно что не сделали никакой пандус если бы с пандусом мне кажется было бы гораздо лучше о эти дерево по свежими листочками здесь троторное покрытие также восстановили это прям очень хорошо потому что было разбито и очень долго ждали мы когда это случится у нас в мэрианапе когда закрывала набережную для движения велосипедов обещала сделать как можно больше велосипедных дорожек причем к сожалению они так и не появились ну а то что есть тут прям печально ведь везде соскакивать приходится везде бордюры и довольно таки тяжело для передвижения но надо пытаться анамские котики и красивые у него глазки ой ой красавица это многострадальная улица садовая тут как я вижу в центре анапы никаких изменений нету и появилась водостоков значит все так же будет подтапливать на чём к сожалению проезжаю чайхана либо ба ни разу здесь не кушаль но был несколько раз на фотографировании торжеств там кстати интересно внутри если вы там ели напишите нам свои эмоции понравилось вам или нет но она пока всегда пробки пробки поэтому лучше двигаться на велосипеде тоже возле аптеки магазина красно-белая на улице крестьянская супер тротуара биты в холом просто он как вовремя мы приехали включился светофор и здесь видим что ведутся какие-то ремонтные работы и большое количество людей пользуется этим переходом пешеходным проезжаем улицу горького движение у меня сегодня до улицы кати саловьянова потому что здесь одна из шикарнейших тротуарных можно так сказать прогулок и самая такая интересная зона для отдыха в летний период времени здесь прям очень ярко зелено кстати здесь внутри не знаю это кизил или не кизил но деревья вот лет восхитительно возможно это позиция возможно кизил напишите ребят кто точно знает какая-то красота называется надо обязательно сделать кадры на фоне такой красоты анапской продолжим об улице улица в основу это частный сектор с левой с правой стороны это как шикарная прогулочка может быть в центре анапы при этом не особо много шума здесь частный сектор и не особо проезжая дорога вот видите какие-то смотрите куриная слепота пробивается на газонах красота анапа ждем первых листочков тогда здесь вообще такой уютный зеленый атмосферный пейзаж открывается нашел их побольше этих цветочков и надо вам показывать вместе с пчелкой прям такая идея одновременно у нас появилась опыление и красивые цветочки не эти цветочка смотри то там то здесь все больше такими на эти полянками прям желтыми по анапе доезжаем до улицы пролетарской здесь можно поехать дальше прямо но нам интересно свернуть сюда по улице кати салавьяновой здесь живут наши друзья в этом зелеником доме и у них тут вечно великолепный газончик самое главное что цветет вишня ким невероятными просто красками розовый с белым фантастическая красота согласитесь здравствуйте 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 вот такие стеснительные мне подписчица гостевому дому джексон привет и спасибо за такую красоту порадовать я думаю многих вот первый кстати листочки это точно позиция по улице пролетарской мы доехали до пересечения с улицы северной и тут уезжаем вот детский парк здесь находится столовый отель катамаран кстати хвалили его но здесь у нас плавные речки анапки сворачиваем влево сейчас здесь конечно все так безжизненно но многие люди знают эти места а тут пасутся поуни эти наши подписчица краски подкармливает сонтекс на лошадок прям такой контактный зоопарк можно сказать как они общаются клеу почки набухли это все такие фруктовые деревья нет нет так сказать нежно прорываются первые цветочки скоро здесь ароматы весны будут во всей красе здесь мы въезжаем уже в парк развлечений кто скучал по дому страха центральном парке анапа вот он пожалуйста находится здесь многие аттракционы сюда краски переехали и теперь у нас этот парк стал парком развлечений сейчас здесь также все видите закрыто и не притягательно еду везде там наши дорогие женщины подкармливают котиков то там то там так это приятно смотреть но вот уже въехали более такое современное место оборудованная и тротуарами озеленение красиво эти сделаны мусорки стоят тоже точно относится к парку здесь очень много разнообразных традиционов сейчас мы едем по зоне такой более-менее детской то есть она по бьет вообще рекорды и да и все курорты по количество разнообразных развлечений чего здесь только у нас нет напишите обязательно были ли вы парке аттракционов джунгли мне будет интересно узнать дом который сгорел рядом уже восстановлен вот пожалуйста котик сидит умываются здесь мужики рыбу в этом как тягают а казалось бы где этих рыбаков искать вот пожалуйста на речке анапка один поймал что-то другие прибежали здесь такие более взрослые аттракционы территории как я говорю довольно таки обширная и людей сюда приходит очень много будет очень круто когда вырастут вот эти сосны у них такая прям задача создавать здесь тень в общем парк приобретится станет тоже таким знаковым местом города хотя он сейчас таким является на канале у нас есть видео как я катался на евростар если вы хотите посмотреть набирайте в поиске слушайте вот жалко по набережной на поездить нельзя мне уже прогулка на велосипеде экскурсия велосипедной очень нравится очень много можно показать в рамках одного ролика и при этом большое количество расстояний покрытий если что-нибудь такое замутить с моторчиком на газу личку и потихонечку поехал выезжаем на пионерский проспект соединение здесь с улицей красноармейской также с правой стороны здесь баги есть там пирс на который можно подойти можно было конечно проехать сюда по стандартной прогулке через фатине выйти на море но здесь ничего интересного не будет хочется вам показать у меня потому что в комментариях всплывал вопрос что вообще происходит с бывшим санаторием голубая даль который вот здесь был с этой стороны речки анапы давайте посмотрим сегодня то вот здесь эту надпись она по республика детства восстановили она была подразрушена здесь тоже на речке анапы рыбаки то есть рыба клюет мужики ой какой тут высокий бордюр прям пипец а санаторий голубая даль что теперь здесь здесь парковка полностью разрушена старая территория зданий построены новые давайте вот с угла того и начнем здесь была разрушена старая пешеходная зона и сделано новое более широкое что сейчас является большим плюсом этого места раньше там приходилось толкаться плечами сейчас можно поехать на велосипеде также была сделана такая вот интересная тротуарная набережная сторону моря пройти здесь теперь гораздо легче чем через тот же самый фатине построены вот эти вот новые здания которые сейчас вовсю сдаются в аренду берега так в основном и не трогали хотя видел что там подбирались их досками отделать и так далее еще одна цветущая красота то есть это то что касается внешних изменений раньше здесь был просто забора за ним находился непосредственно пансионат теперь что касается этих мест туда дальше появился магазинчик который можно приехать этому кстати много появилась а сюда на въезде появилась платная парковочка домик стоит в котором сидит охранник и приглашает вас сюда заехать он парковки честно нужны но здесь нужны и наверное здесь в этих местах многоуровневые дальше я бы сказал потому что уверен даже за деньги здесь мест летом не хватит а тех кто ищет куда приехать где купаться вот пожалуйста огромная парковочная территория для отдыха на черноморском побережье и с этой стороны были только что там была речка анапка есть тоже свободный просторный выход море по сторону что радует здесь были сохранены парковые кусочки зон эти убран забор который шел по фасаду и более такие свободные пространства с соснами это большой плюс здесь конечно же вот без этих сосен выглядит все как выжженная земля тоже парковочная зона на множество машин и я думаю те кто любит или любил этот санаторий на на правильно говорить уже не убедит того что здесь было раньше смотрите как асфальт шикарно соединились тротуаром и совершенно без всяких проблем мы переезжаем здесь я доехал до проезда голубые дали и можете увидеть как он преобразился сюда заехать будет вам нереально сложно здесь у нас были апартаменты строились очень много разных гостиниц появились тут находится гранд-отель анапа вот в гранд-маркет также от него и вот так вот приобретена эта территория магазины есть а парковки к ним перекрыты шнуром то есть сюда нельзя подъехать припарковаться уже хотя в межсезонье оставили доступ для всех желающих большому сожалению по ходу гранд-анапе это очень нужные места и они не хотят ими делиться не хватает больше зелени потому что только по краю это мало возле скамеечек хотелось бы тоже видеть еще деревья по крайней мере мне и там тоже огромная застройка с правой стороны раньше у нас был пол золотые пески назывался пансионат им даже как-то в детстве проходил кто это оздоровление сколько я помню тут у нас гранд-анапа при поддержке администрации считают что территорию пляжа полностью можно огородить забором снесли дюны которые здесь были раньше сейчас территория выглядит именно вот так то есть зайти здесь пройти невозможно они считают что эта территория сугубо их лично хотя правилах пользования написано о том что нельзя перекрывать доступ людям при прохождении через ваши территории такая вот информация сегодня для вас куда ни приди у нас везде какой-то обзец то заборы то снос дюн то свалки на пляжах чего-то только не найти это очень обидно что так вот не берегут или вообще считают полностью свои эти территории хотя так делать нельзя ну радует что здесь возле этой гранд-анапы хотя бы летом больше 20 метров остается территории от моря до их забора это все-таки какой-то никакой плюс но это как говорится радуйтесь хотя бы тому что есть а это очень плохо а море сегодня у нас кристально прозрачная здесь выглядит просто восхитительно и огромное количество людей гуляющих по пляжу как я и говорил не нужны никакие набережные деревянные люди так будут гулять по берегу главное что было чисто и красиво и в ту сторону в анапе происходит то же самое возле в море даже как-то очень тепло вот что делать безветрия в анапе очень шикарная погода так что кто хочет прогуляться занимайтесь этим вот рядом с прогуляющимися людьми пожалуйста вам на байках как он на пляжах анапы приезжайте отдыхайте температура воздуха показывает плюс 14 8 градусов температура моря и 10 8 почти 11 в общем из-за северных ветров температура морюшка у нас упала это у нас такая вот ракушка рапаны как называется морской миндаль но тоже ест никогда утропа на ел вот это вот не ел кидаем много чего-то открывается там вот такой цвет мяса красный были ни разу не пробовал и тоже такие же много их там туда иду там больше удачи вам холодно воде вот так вот с девушкой пообщался она говорит что постоянно ходит собирает эти ракушки и сам играет места где мужчина сейчас выходит из моря там ведь самые классные очень вкусно очень классно я европа не вот миндаль как назвали эту ракушку я ее честно не пробовал даже стало немножко интересно если пробовали напишите обязательно в комментариях не могу пройти мимо девушка шла с детками детки побежали дальше на столе лось нарисовала сердечко здесь еще до сердечко слушайте насколько любимая она по что очень важно надо поблагодарить наших дорогих мупаку за быструю уборку пляжа вы видите насколько он стал чистый а до этого здесь было просто ужасно ребятки был шторм выкинул много мусора ребята сработали убрали все очень быстро как прекрасно смотреть на вот эту идиллию ходят люди общаются прогуливается наслаждаются хочу поблагодарить своего подписчика дорогого за то что предоставил это транспортное средство велосипед для прогулок по анапе жалко что набережную закрыли для велосипедов ну это и хорошо потому что будет более безопасность еще только все соблюдали эти требования а так сегодня великолепный день очень много информации вам показал я надеюсь что это было полезная прогулка если у вас есть какие-то запросы пишите о них в комментариях я отвечаю на все комментарии во всех соц сетях поэтому буду стараться вам помогать только что мне позвонились передовой ребята на криминую просят машину для разведоса говорят их буханку буквально вот вчера спалили из-за чём сожалению ребята остались без транспортного средства я попросил видео записать в них запрос и будем принимать по работу этот материал так что дай бог нам сил и спасибо большое всем кто помогает нашим дорогим солдатам и крепко вас обнимаю прижимаю к сердцу и передаю вам привет черноморский с вами был сегодня юрий азаровский и для вас по традиции наше черное море по шумит на ваших экранах не забывайте видео в 4k и это дает возможность наслаждаться вам как никогда морешка любимая она пушка родимая как все прекрасно в этом мире еще бы был бы нет во всем мире и 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 Субтитры сделал DimaTorzok